В столице Казахстана начал работу Совет молодежи при Верхней Палате Парламента. Новый орган призван помогать в решении проблем подрастающего поколения. Работа будет идти по нескольким направлениям, в том числе судебная система, здравоохранение, культура и сельское хозяйство. В Совет вошли около 40 человек – министры, сенаторы, местные депутаты и общественные деятели. Возглавляет консультативный орган глава Сената Дариган Азарбаева. Для начала бы сделать карту, где, в каком регионе, в каком районе, в каком селе, чего не хватает. Можно такую карту сделать? Вот силами представителей молодежи в Маслехатах на сегодня можете помочь нам в этом? И пусть подключатся все молодежные организации. Посмотрите, где особо острый дефицит. Так же, как и городская молодежь, иметь возможность провести свободное время приятно культурно – это тоже один из важных стимулов – ощущать себя, так сказать, современным цивилизованным человеком. Сниженные цены на отечественный сахар может значительно отразиться на его производителях, считают эксперты. По данным статистов, сахарный песок стал стоить на 13% дешевле. Основные производители сладкого продукта базируются в Алматинской и Жамбелской областях. Если цена в оптовых точках городских рынков варьируется от 190 до 220 тенге, то в крупных супермаркетах она несколько ниже. Здесь сахар реализуется в среднем от 169 до 170 тенге. Практически такие же цены сейчас и на рынках города Тараза. Для производителя сахара нынешний год стал настоящим испытанием. Если в прошлом предприятие реализовало его по 185 тенге, то продукты этого года уходят на рынок по значительно низкой цене. Причина – присутствие российского и белорусского сахара. Такая тенденция, когда себестоимость на выходе значительно выше, чем цена, по которой предприятие реализует свой же продукт. Может пагубно сказаться на всей сахарной отрасли, считают эксперты. Что плохо казахстанскому производителю, хорошо рядовому покупателю. Раз сахар производится в родном отечестве, то и цена на него должна быть по карману, считает житель Алматинской области. В этом году в этой области произвели почти 50 тысяч тонн сахара. Сейчас только Коксульский сахарный завод выплатил свекловодам больше 1 миллиарда субсидий. Осталось выплатить еще 614 миллионов. Эти средства пойдут на подготовку к следующему сезону. Смогут ли крестьяне при нынешних ценах на ГСМ и всех составляющих расходах вырастить и выгодно продать сырье, а заводы переработать и продать сахар по приемлемой цене, покажет время. Еще одна важная магистраль появится в Могилеве. В городе приступает к строительству объездной дороги. Она будет дублировать загородное шоссе. Сейчас готовится строительная площадка. Расчистка территории займет около полугода. Новую дорогу построят из бетона. Работы разделили на три этапа. Первый завершится в следующем году. Дорога «Дублер» с пропускной способностью более 3000 машин в час пик значительно разгрузит загородное шоссе и свяжет два микрорайона. Также это прямой путь к промышленной территории, где расположены предприятия местной свободной экономической зоны. Стоимость проекта составляет более 100 миллионов рублей. В первую очередь строительство предусматривает собой участок дороги длиною километра 745 метров. На нем два путепровода. В каждом направлении будет по две полосы движения, плюс велодорожки, плюс тротуарная и пешеходная дорога. Ознакомительный визит. В Ереван прибыл новый глава коллегии Евразийской экономической комиссии. Михаила Мясниковича принял премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он поздравил его с назначением и пожелал плодотворной работы. Стороны обсудили экономическую интеграцию в рамках Союза на ближайшие пять лет и формирование единого энергетического рынка. Михаил Мясникович приступил к своим обязанностям 1 февраля. На посту главы коллегии Евразийской комиссии он сменил представителя Армении Тиграна Сарксиана. Необходимо сделать все для того, чтобы действительно евразийский рынок был без изъятия ограничений. Здесь целый ряд вопросов. И это касается не только устранения ныне существующих препятствий, но и самое главное, мы говорили, как не допустить, чтобы появлялись новые. И вот в этом плане мы вышли, я очень благодарен армянской стороне, я получил абсолютную поддержку, что нам надо очень серьезно заниматься вопросами унификации и гармонизации наших национальных законодательств, стран, пятерки, для того, чтобы решения, которые принимают национальные правительства, парламенты, они были гармонизированы, они не вступали в противоречие с правом Евразийского экономического союза. Президент Кыргызстана посетил Чуйскую область с рабочей поездкой. На молокозаводах тоже следят за модой, поэтому и добавили в линейку «Кефирспорт». Минимум жира и максимум белка – то, что надо для приверженцев здорового питания. Есть в ассортименте продукты с привычной долей жира – молоко, творог, сметана. Их вкус хорошо знаком в странах СНГ. Этот молокозавод вошел в топ-15 предприятий, получивших право экспортировать свой товар в Россию. Все благодаря натуральному сырью от надежных поставщиков из Чуйской области, говорят производители. Работу крупнейшего молочного завода оценил Саран Байжиенбеков. Президенту показали основные этапы производства. А эта фабрика обеспечивает весь столичный регион яйцами и цыплятами. Собираются выходить на экспорт с племенной продукции в Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. Похвастались президенту и новым цехом, гордостью завода. Здесь теперь все в режиме автомат. В цеху установили машину, которая заменяет 20 человек. Она сама и яйца отбирает, сама же их и упаковывает. Аппарат экономит время, яйца не лежат на складе и быстрее продают на прилавке. Саран Байжиенбеков успел пообщаться и с местными жителями. В основном президента просили улучшить местную инфраструктуру и сократить бюрократию. Глава государства ответил, скоро стоять за справками не придется. Кроме того, президент пообещал решить вопрос с водоснабжением. По его словам, в ближайшие несколько лет жители 715 стел обеспечат чистой питьевой водой. Встреча с местными жителями продлилась несколько часов. За это время президент успел ответить на 30 вопросов. Это первая встреча такого формата в этом году. По проекту «Государство как платформа» внедрены 85 государственных услуг и сервисов. 13 справок автоматизированы. В среднем полтора миллиона справок выданы в электронном формате. Понятно, в какой степени это сократило бюрократию, сэкономило время и бумагу. Национальная федерация недвижимости сообщает, что в Великобритании не хватает тысяч домов эконом-класса. Правительство пытается ослабить нормы, чтобы восполнить спрос. Оно уже подрядило несколько крупных компаний на строительство доступного жилья. Однако некоторых архитекторов раздражают такие стандартизированные дома. На юге Лондона местные жители также недовольны новой стройкой. Ассоциация городского и загородного планирования говорят, что реформа в системе планирования необходима, и что правительство должно откликнуться на нужды людей. Впрочем, эксперты отмечают, что хорошим дизайном пренебрегать нельзя. Вопрос заключается только в том, смогут ли будущие покупатели позволить себе дополнительные расходы на дизайнерское планирование. Между тем, правительство Великобритании обещает, что в год будет строить по 300 тысяч новых домов. То, что задумывалось как праздник, обернулось или грозит обернуться кошмаром. 2020-й знаменует 50-летие установления дипломатических отношений между Италией и Китаем. И в честь этого события Рим решил объявить нынешний год годом туризма и культуры Китая на Пенинах. Международный аэропорт столицы Италии многими пассажирами и авиакомпаниями расценивается как один из самых удобных стыковочных узлов для поездки в Поднебесную. А почти пятимиллионная армия китайских путешественников, посещавшая страну ежегодно, приносила существенный доход в казну страны. Сегодня в связи с эпидемией коронавируса надежды приходится пересматривать. Правительство и национальный перевозчик Италии отменили все рейсы в Китай и из Китая. И это затронуло не только самих китайцев, но и тех, кто пользуется лайнерами, чтобы добраться до Европы. Это коснулось и самих итальянцев. Агентства, которые организовали их поездки, вынуждены были отменить не менее 9% брони. Те, кто работает в этой сфере, говорят о том, что последствия нынешней эпидемии могут быть для участников рынка с обеих сторон и итальянской, китайской очень негативными. Китайцы, не так давно открывшие для себя мир роскоши, стали самыми активными покупателями и покупательницами продукции знаменитых итальянских марок. По предварительным оценкам, общий годовой объем убытков, который понесет туристический бизнес Италии в связи с нынешней эпидемией, может составить не менее 4,5 миллиардов евро. За период между 2016 и 2018 годами туризм из Китая в Италию вырос на 30%. Это самые высокие цифры роста в сравнении с другими странами. Редактор субтитров А.Семкин